Всем привет, меня зовут Влад А4, Кобяков, Глент. И добро пожаловать в новое видео, которое называется Пьем напитки по алфавиту челлендж. И, пользуясь случаем, я нахожусь между Владом и Владом. И так как я Влад, вы понимаете, да? Я могу сейчас загадать желание. Хочу, чтобы под этим роликом было миллион лайков. Будет супер, если мое желание исполнится, ну а в целом это просто полезно, чтобы ролик заходил лучше. Вот и все. Давайте вы будете ставить лайки, а я буду вам поменьше об этом напоминать. Окей? Суть этого ролика, смотрите, я беру такой и достаю буковку Т. И мне приносят вот в таком вот виде. Или какой-нибудь томатный сок, или тыквенный, или может какой-нибудь табаско. Открываю. Здесь оно налито. И... За здоровье. Все буквы перемешаны. У нас будет десять раундов. В каждом раунде мы вытягиваем три буквы. Раз, два, три. И каждому достается какой-то рандомный напиток, который нужно выпить. Раз уж мы в таком вот составе, в качестве наказания у нас будет шапалах. Опять? Да. Я видел, как вы, подписчики, используете это наказание в своих спорах. Это весело. Молодцы. И, ребят, еще одна очень важная новость. Мы обогнали Ивангая по подписчикам. Это очень мощно. Это все благодаря вам, потому что вы нажимаете кнопочку подписаться. Огромное вам спасибо. Но эта война не закончилась. Впереди еще есть мисс Кэти и мистер Макс. Нужно их обогнать. И все можете сделать именно вы. Если ты не подписан на канал, если твоя кнопочка подписаться горит красным, жми на нее. Мы вместе можем это сделать. У тебя есть пять? Ну что, давайте начинать. Замешиваю, 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 завешиваю. Кобяков, тяни свой напиток. Ну в этом-то ролике мне повезет. Буква Г. Г, а что вообще бывает на Г? Ну, гранатовый сок, может быть. Я тяну... Вот этот. Ю... Юник есть еще такой сок. Ну, понятно. Вот это. Хочу. Ц. Буква Ц. Ну что, напитки в студию. Ну что, Кобяков, раз первый тянул, первый и открывай. Апельсин какой-то с бананом перемешанный. Что это? Гуава нектар. Сок из гуавы, грубо говоря. Так, а что такое гуава? Что такое гуава? Гуава, вот это вот такой вот фрукт. Вкусно? Это капец как вкусно. Он по запаху как будто вот апельсин с бананом, а по вкусу он очень сладенький и вкусный. Сколько по 100-балльной системе? 87. Нормально. А это неплохо. Ребята, у меня теплый стакан. Подрогайте. Да, нет, это значит не юпи. Юпи теплой водой обычно никто не разбавляет. А если они разбавили? Ну, значит вопросики возникают. Подогретый абрикосовый сок как будто. Да, пахнет вот стиралкой какой-то, стиральной машиной. Пахнет странно. Что это? Это юпи со вкусом буратино. Сухой порошок, растворимый напиток со вкусом буратино. Ну давайте затянем. Все равно пахнет странно. Ну пробую уже. Где-то супер сладкое, да? Там они всю пачку 100% засыпали. Да, посмотри. Это нужно разводить на литр, они взяли на вот эту вот маленькую штучку развели. Ну я напью. Так сладко, что аж даже вяжет. Юпи я поставлю 41 балл. Нормально. Так, у меня буквочка С. Дай понюхать. Фу, каким-то просроченным медом пахнет, вообще непонятно что это. Похоже вообще на кофе. Фу, что это такое? Опа, ты что не выпьешь всю бутылочку, баночку? Первым проиграть в этом челлендже я не могу. А давайте узнаем, что это, что это? Это французский цикорий. Что это такое, что такое цикорий? Цикорий это типа вот кому кофе нельзя, вот они пьют цикорий. Фу, это очень ужасно. Оно на языке остается и становится более горькой, горькой, горькой. И сколько баллов из ста? Три. Три из ста? Да. Это очень плохо. Ты обидел людей, которые пьют цикорий сейчас. Очень обидел. Теперь, когда выдыхаешь, во рту копченая рыба как будто. А мы идем дальше. Теперь я первый. Давай. Вот это. А что это за логотипчик такой? Логотип это оригинальный логотип нашего мерча. Да, смотри. Вот он. И вот тут вот. Вышито нитками. Ребят, у меня есть к вам очень важное сообщение. Мы мерч продаем только на одном единственном сайте. shop.vidac.by Только здесь можно купить мерч. Мы не продаем мерч в инстаграме, не продаем мерч в контакте и не продаем мерч в телеграме. Только на одном единственном сайте, который есть по ссылке в описании. В интернете появилось очень много мошенников, которые хотят нажиться на нас с вами. Не давайте деньги кому попало. Если хотите купить мерч, это можно сделать только на сайте shop.vidac.by И нигде больше. Так что же за букву ты вытянул? Буква D. Драниковый сок. Драниковый сок. Я же такой всегда каждый день пью, Влад. Ну что на букву D? Ну вот что, вот приходишь? Дыня. Дуриан. Ну я вам скажу, в Минске дуриан очень сложно достать, поэтому маловероятно. Давай второй я. Только не томатный сок, только не томатный сок. Табаско есть еще. Тыква. И я вытягиваю вот эту, опа. Вот такая вот буква, видите? А еще, ребята, досмотрите это видео до конца, будет небольшая игра для вас. Обязательно. Буквочка B. Банановый нектар. Напитки студии. Я пью первый. Давай. На B у нас B, B, березовый сок. Это березовый сок. Ну ты знаешь, березовые соки тоже разные бывают. Я думаю, томить не будем, поехали. Ну что могу сказать? Березовый сок, ну это стабильно, 75 баллов из 100. Так, я второй. Буквочка D. Дюшес. Да, это дюшес. Смотри, вот он, вот он дюшес. Подожди, я не помню, ли я хоть раз в жизни пробовал дюшес вообще. Может и не пробовал. Все, пробую. О, как это вкусно. Нифига себе. Ну и сколько из 100 баллов даешь? 60. Березовый сок, мне кажется, гораздо лучше. Здесь 100% томатный сок. Могу вот поспорить на все деньги. Ненавижу. Это ты пошел. Так дорогой кути. Слушай, ну да, хороший томатный сок. Так это же чистые помидоры, это же еще хуже. Кстати, этот вкусный. Он потому что с солью. Реально, сок томатный с солью, прикиньте. Я выпил. А оценочка? 23 балла. Гуава пока что лидирует. Идем дальше. Так, тяну теперь я, давайте, первый. И бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-бра-брра-бра-бра-бра-бра-бра. Это буква чка. Ну вот такая собственно буква. А. Давай одновременно говорим. Давай. Ш. Ша. Шиповник. Что у тебя укроп? Фууу, не-не-не-не. Заносите напитки. Ну кто? Давай я начну. Даже не представляю, что может быть на букву Ш. Эээ, выглядит как шампанское. Девятское шампанское, оцени. Шан-си. Хорошие нотки цветов. Хорошие нотки мерча. Пахнет красным, кто приподписаться. Вот, нотка лайков мне нравится. Да нет, вкусное шампанское. Приплыл. Сколько? По стабальной. 10 баллов из 100 баллов. Вау, неожиданно. Так, давайте я. Ну, какой-нибудь, что-нибудь будет вкусное, наверное. Я знаю, это айран, да? Что такое айран? Покажи. Пахнет, знаете, чем? Арахисом. Да, это арахисовое молоко. Что такое айран? Что такое арахисовое молоко, вопрос у меня. Айран, это, короче, турецкий, там, арабский напиток, такой, типа, как кефир, там, кислое. Арахисовое молоко? Арахисовое молоко, это вот просто два слова, и вот это получается. Ну, пахнет прям, как арахисовое паста. Ой, ну, это странно, конечно. Не на каждый день напиток, как говорится. 37 баллов. Мне всегда казалось, что это 90 минимум. Так, у меня буквочка У. Я не знаю, что может быть теплое на букву У. Может, чай? Улун. Молочный улун. Классная штука. Блин, пахнет шоколадом. Я хочу попробовать это. Что это за вкуснота? Дарю тебе этот чай, он твой. 85 из 100. Это точно. Это круче, чем гуава, братан. Сто процентов. Я бы даже 90 дал, реально. Ты чего не дал? Не знаю, что-то побоялся. Ух ты, ну что, сейчас у нас лидирует улун. Поздравляю тебя с приобретением. А мы идем дальше. Понеслась. Ты давай теперь. Эту не хочу. А давай не будем открывать. Сначала будем его слушать. Давай. Буква И. Буква Л я увидел. Ха-ха-ха. Только не луковый сок. Только не луковый сок будет. Буквочка К. Кабачковый сок. Хилька какая-нибудь. Ну, заносите. Так, у кого буква интереснее? Давайте КАК. Я никогда не видел цвета такого напитка. Это еще и газированное что-то. Понюхай обязательно. Ой, фу. Покажи, покажи, покажи. Ну дай посмотрю. Нет. Давай ему описывать. Странно пахнет. Да и невозможно угадать. Ну дай попробую. Дуй на него. Убери руки. У тебя изо рта воняет. Не, я не поведусь больше. Блин, интересно же пахнет. Да. Ладно, знаю, Ванюх. Да я уже учую. Ванюх. Я знаю, что это, но я скажу после того, как ты попробуешь. Невозможно понять, что это за вкус. Возможно. Я сейчас выпью и скажу. Это камбуча. Просто я никогда не видел такого цвета вообще у напитка. Но это камбуча. Что такое камбуча? На, попробуй. Убери. Вкус лазурный асмантус. Я даже не представляю, что это. Ну понятно, короче. Но это камбуча. 25 и 100. Ииии. Ииии. Что это? Пахнет аптекой. Что это, что это, что это, что это такое? Ого. Это имбирный сок. Чай? У меня на языке как будто солдатики какие-то бегают. 14 и 100. Ну что, у меня буква Л. Пахнет. Что, луком? Не луком. Что это, что это, что это? Лимонный сок. Если ты прав. Спасибо. Чистейший лимонный сок, да? Кобяков, смотри. Интересно, как он оценит лимонный сок. Витамины С, надо здоровьем заниматься. У него сейчас в голове маленький, как и Кобяков просто... Так кисло, что я сейчас могу... У тебя глаза закрылись. Губу порвать. Глаза можешь открыть? Привет, изжога. Оценочку, оценочку. Мне интересно, как ты это оценишь? Один за вкус и один за витамины. Два. Два балла из ста. Давайте следующий раунд. Пожалуйста. Ну давай. Эйники, бэйники, ели вареники. Эйники, бэйники. Эту. В. Раз, два, три. Ф. А я? О. Давайте напитки. Кто первый черневый? Давай я. Мне прям самому интересно. Ага, ну по цвету тут понятно. Это облепиховый сок, наверное. Это полезно, это вкусно. Да, тема прикольнее. Слушай, пахнет антибиотиками. Пахнет полезно, здоровьем. Собака не мылепитахнет. Да почему опять кислое? Я только сейчас узнал, что облепиха выглядит так. Как будто деду дал в первый раз колу попробовать. Зачем ты его смешишь? Зачем ты его смешишь? Зачем ты его смешишь? Ну все, теперь ждем. Добиваю. Сколько поступально облепихи даешь? 31. Ну такой вот Кобяков. Открываю свою буквочку В. Ну все легко, виноградный сок. Ну, наверное. Пахнет маслинами. Тебе что, належит кости от маслин? Подождите, ну это не В. А ты любишь маслин? Нет. Что это? Вороника. Есть такая ягода. Вороника. Знаете, как в лесу вот, в которой нельзя ягоды есть? Вот очень похоже вот. Блин, надеюсь это вкусно. Запаху ставлю 1 из 100. А вот по вкусу обычный компот. Странно, непонятно, какой-то вяжет. Странный очень сок. Я ему ставлю 11 баллов из 100. Буквочка В. Вообще никаких предположений. Так, по цвету это фанта без красителя. Я сдаюсь, я не знаю, что это такое. Оно просто ничем не пахнет. Ну пей. Ммм, как вкусно. О, этот. Линимум 50 баллов из 100, 100%. Даже 55 баллов. Что это? Покажите. Это компот из фейхуа. Я знаю, что фейхуа варенье очень вкусное. А вот компот я вообще в первый раз вижу. Тоже такое же, как и варенье. Очень вкусно. Круто. Давайте дальше. Ну что, давайте я вам выберу. Тебе вот эту. Вот, держи. Тебе вот эту. А я выберу тебе. В смысле нет? Что? Подожди. Я тут главный. А у меня будет... Че. Я. П. У нас довольно-таки странные буквы, но у меня. И у него. На П. Я вообще не представляю, что может быть на П. Но у меня просто будет яблочный сок. Давайте узнаем. Ну что, кто? Давай ты. Ну, давай. Ну, выглядит как яблочный сок. Да? Очень концентрированный яблочный сок. Прям как будто это... Да, яблочный. Ну все, выпивай. Освежающе. Двадцать девять. Чего так мало вообще? Яблочный сок двадцать девять? Да, он очень кислый и типа зубы разъедает. Одесский. Буквочка. Че. Смотри, я вижу только какой-то зеленый лист вот здесь вот. Смотри у тебя. Пахнет черникой. Эту штуку, по всей видимости, купили в ресторане. Это прям продается где-то. Вкусно. Ставлю лайк. Буква П. Что-то тёплое. Пахнет уже не очень вкусно. Вууу. Это вот эти, знаете, крепкие чаи чёрные. Землей пахнет. Или рыбой. Рыбой. Да, это какой-то чай пуэр. Фу, вот сейчас только земля. Пуэру ты ставишь 15 баллов. Довольно-таки низко. Ну а у нас еще есть перед раундом. Буква Р. Буква Ж. А у меня буква Х. Давай начнем с тебя. Хорошо, так, буква Х. Папапапапам. Это похоже на перетертую халву с водой. А пахнет как кофе. Я не знаю, что это, но это что-то связанное с халвой. Кофе с халвой или что-то еще с халвой. Или молоко с халвой, не знаю. Эксперты, что это? Халвичный латте. Ну, я был прав, это что-то связанное с кофе. По консистенции и по вкусу странно. Единственное, пахнет вкусно. Пятнадцать и ста. Все, Копюков, открывай. Ты. Буква Р и... Репейник какой-нибудь. Рябина. Реально рябина? Я не знаю, незнакомый запах. Нет, это точно не рябина. Какой-то ревень. Ну, я... Что такое ревень? Я слышал, что это связано с какой-то... Как сорняк на даче, знаешь. Это очень вкусно. Сколько баллов? Это по тебе не видно, что это очень вкусно. И ревенью ты ставишь? Девяносто баллов. Что? Мне прям реально очень понравилось. Ну и остался Глент с буквой Ж. Так. Желток, может быть? Может быть. Хотя, желток напитаешь. Это не желток. Понял что это, да? Я не знаю, странный пример. Это рыбий жир! Ну, я думаю, что... Как поступишь ты в этой ситуации? Опа. Ну, ты смотри, у тебя два варианта. Или я тебе кастрюлю на голову и бью, или ты сюда просто сплевываешь. Мы бьем. Ну попробуй, может это вкусно, или зато... Но это 100% полезно. Так, главное не нюхать. Это не вкусно, но просто надо выпить. Ты проглотил сразу. Я не могу вдохнуть, у меня при вдохе просто рыба пополняется. Я до сих пор не... Я не вдохну. Все, я больше не буду вдохать. Когда надо в следующий раунд переходить? У тебя растут жабры. 0,5 из 10, следующий раунд. Буквочка N. Буквочка Е. Е? Кто давно не открывал первый? Ладно, окей, я первый. Буквочка N. Носки? Да, это нектариновый сок. И ваша оценка... 30. Давайте посмотрим, что такое у меня может быть на Е. Что это? Ну, по цвету напоминает йогурт. Не, я такое люблю. Знаете, в лагере наполнник такой-то... 39 из 100. Так, ну что? Буква Е. Ну, скорее всего, это ежевика. Если бы не шапалах, я бы такое не пил. Слушайте, на лимонному соку я поставил 2 балла, но здесь будет несправедливо поставить больше, чем лимонному соку. Поэтому здесь один балл. Один, один. Да. С этим раундом все. Остался последний. Искра, буря, безумие, любовь, свадьба, дети. Так, ладно, держи, ты ее выбрал. А у меня осталась буквочка S. Э. Кто может быть на букву M? На самом деле очень много чего. Морковный, но я обрадуюсь, если будет морковный сок. Ну что, давайте мой напиток оставим напоследок, а вы вот кто-то выбирайте, кто первый. Я знаю, что это. Я ел это пару дней назад, это маракуйя. Да? Да. Это очень вкусно. Это маракуйя сок. Блин, так много всяких соков продается в магазинах. Не так вкусно, как ревень, поэтому 89 баллов. У нас получается ревень на первом месте. Да. Буква. Буква R. Ну, по-моему, это любимый напиток. Энергетик. Это очень вкусно, я бы такое каждый день пил, но так делать нельзя. При всем моем уважении к энергетику, 87 баллов. Сэ. Блин, ребята, ну я вам сразу хочу сказать, что тут 90 баллов не будет. Реально? Давайте я вам просто сейчас покажу банку. Это свекольный сок. Мне вот где-то 43 хочется поставить. Да ладно? Свекольный сок, такой вкусный ты хочешь сказать? И абсолютным победителем сегодняшней гонки становится... Ревень. Ура! Поздравляем! Так что, ребята, вы можете сходить в магазин, попробовать, что это такое. И узнаете, почему 90 баллов Кобяков этому поставил. Ну а теперь игра для вас, подписчики. Если вы внимательно смотрели видео, то заметили, что у нас не было 6 букв. Напиши в комментарии, каких. Давай, если внимательно смотрел ролик, должен был заметить. Спасибо, ребята, за просмотр этого видео. Ставьте обязательно лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, конечно же, на канал. Ну а с вами был я, меня зовут Влад А4. Кобяков Глент. Всем пока-пока. Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал.